Дорогие участники проекта, кто готов двигаться к идеальному коду, двигаемся. Сразу я хочу вас настроить. Сейчас вот мы посмотрим код, а потом я вас хочу настроить. Итак, сначала я вас попрошу открыть задачи. Открываете ТОДА. И здесь написано, да, вот кому что было дано. Дмитрий Свайтернадо атрибуты, я их до сих пор там не увидел. Да, в группе видел, там нет. Екатерина функция обратного вызова. Кать, это не твой уровень, очень плохо. Двойка вообще, ты знаешь, я краснел сейчас. Готовы работать? Давай работать. Римма, гейт-ресеттер я пока не увидел. Миша сделал, но не до конца. Но Миша сделал правильно, сейчас я расскажу. Андрей Горин я тоже пока не увидел. Теперь, ребята, я хочу обратить ваше внимание. Я не буду называть это слово, но я скажу. Вот вы пишете код, вы еще не дописали. Но вы должны знать, это плохой код. Это уже плохой код. И вы уже не дописав код, должны думать, как его улучшить. Это наша, ваша первая задача. Теперь я обращаю внимание, потом скажу для новичков, что к чему. Я обращаю ваше внимание. Вот было задание загрузить на работу. Ни за кем бегать не буду. Кто работает, с тем буду работать. Значит, смотрите. Итак. Сейчас у вас стоит главная цель. Написать свой проект. Разработать свое приложение с серверной частью мобильная. Основной упор на API. А теперь вы мне скажите. Я хочу видеть размышления нормальных программистов. А не людей, которые с полупонимания. Зачем тогда над чем-то работать, если можно просто скопировать чей-то код. Поэтому мы работаем в двух направлениях. К проекту мы приступим вот уже сейчас. Сначала я хочу, чтобы вы настроили Jupyter Notebook. Там я писал видео, показал. Я Андрею показывал. Если на Жанга 5 не будет становиться, то как сделать. В обсуждении друг другу поможете. Потому что нам надо работать с API. Второй момент. Показываю по коду Михаила. Вот сначала смотрим, что хорошо, что плохо. Значит, можно делать, как сделала Миша в ветках. Сейчас это не так принципиально. Так. В ветках. То есть переключаемся сначала на ветку Михаила. У Михаила была задача объекты первого класса. Ищем где мы их. Программим launch. Далее идет Python. То есть, если у нас объекты первого класса, мы находим Михаила. Вот здесь давайте посмотрим. Обратите внимание. Михаил показывает на реальном коде. Пожалуйста, не надо больше делать кодом. Там пример. Берется какой-то пример, который неприменим. Потому что то, что написано в интернет по объектам первого класса, это обычная ересь. Я писал по этому видео. Итак, вот он пишет объект page object alt. То есть, в данном случае у нас в базе данных. Конкретно называет кересет. Видим класс. Три объекта. Объект ссылается на значение объекта кересет, который реализован как список, где хранятся ссылки на значение объекта в экземпляровой модели. Вот это нормальное пояснение, где все на своих местах, где программист должен понимать. И никакой GPT-чат 4, 5, 15 вам не поможет. По одной простой причине, по минимуму GPT-чат, надо сказать чего-то. Не напиши мне сеть ВКонтакте, а говорить ему языком программирования. Объект первого класса может быть сохранен в переменных структурах. Далее он показывает, как это сохранено в списке. Может быть перенен функцию как аргумент. Функция кересет принимает объект класса page. Иными словами, человек работает с исходным кодом. Давайте мы теперь следующим образом определимся. Итак, мы работаем по заданиям. Задание за заданием. Работаем неспешно. При этом я новичкам сказал, вот пришел Валера, допустим, учиться сейчас. Сейчас покажу. Смотрите, на данном этапе вот такие выражения для Валеры можно, потому что мы пока проводим тестирование, как начать заниматься. Возвращает определенный объект. То есть, вот таких слов вообще не должно быть. У объекта всегда есть имя, перед нами есть что-то конкретное. В данном случае, например, объектом может быть модель, менеджер или выборка. Все, больше ничего. Хотя у Валеры на первом этапе уже, будем говорить так, мы проанализировали, да, дело пойдет. Теперь, зачем же Валерий вот этот, вот этот проект, да? Я сказал, все, кто учится, ребят, вот это доходит не так быстро. От того, что там, что такое объекты первого класса. Например, возьмем Python, хотя они одинаковы во всех языках программирования. И мы найдем, типа, там, три примера, которые никуда не годятся и которые потом люди забыли, да? В итоге что получается? В итоге получается, что слой код писать не можем. Почему? Потому что мы не видим эти объекты в том же коде. Открываем Django, открываем самую избитую функцию, которую я показываю в Shortcast, которую все описывают, потому что этот закон лежит во всех языках программирования. И здесь мы видим, например, GetObjectOr404, да? То есть, возвратить объект, либо вернуть исключение 404. Дальше идут параметры, но нас интересует сейчас совершенно другое. Промотал. Вот этот код независимо в Django, он или где-то, он используется в каждой странице кода. В любой, в любом файле он будет обязательно. Дальше, когда мы доходим до сюда, что здесь? Здесь не бывает никто, а мы здесь должны ночевать. Здесь показано. Я объект первого класса. Отсюда все четко понятно. Если, откуда пишется документация? Вот с этого кода и написана документация. И здесь к гадалке не ходи, что когда мы приходим, то все будет через атрибуты делаться. Открываем и удивляемся. Очень странно, да? Получается. Открываем мы и удивляемся. Чему мы удивляемся? А тому, что все будет делаться через атрибуты, так как объект первого класса передается в переменную. Все. Все четко и понятно. Но для того, чтобы этот объект заиграл, заиграл, это надо видеть только на реальном коде. Но не на каких там горе примерах, переписках в интернете. Вот поэтому я говорю, что за пример берем то, что сделал Михаил. Сделал правильно, хотя я не ставил перед ним эту задачу. То есть взял модель Жанга и показал, как работает объект первого класса в реальности. Но я хочу, чтобы вы сейчас увидели другое. Вот вы эту неделю почитайте друг друга и посмотрите. Все позабывали. Открываем. И если мы начинаем смотреть... Смотрите. Сейчас. С дарт там у Кати немножко получше. Так, что я хотел открыть? Я хотел открыть ветку, да? А, мне веткой не обязательно. Сейчас Катину вообще-то откроем ветку. Катину откроем ветку. Ребят, обратите внимание. Ведь это один и тот же мыслительный процесс. На самом деле здесь написано одно. Но атрибуты, кэлбэки, объекты первого класса, гетеры, сетеры, объекты высшего порядка. Это то, что будет работать в любых языках программирования. Будет работать одинаково. И это один мыслительный процесс. Только в одном случае это будет кэлбэком, в другом случае это будут обычные перемены, как в Жанга. Но, по сути дела, разбираться то не в чем. А смотрите, что я ведь почему разделил задание? Чтоб вы увидели свои ошибки. И когда смотрим, что раньше Катя писала, и что сейчас на скорую руку настряпала. Но это ж никуда не годится. Кать, читаем вот это. И вот вы пишете, и знаете, вы пишете сейчас плохой код. Значит, его уже не дописав, надо улучшать. Все должно быть как у Линукса. Линукса, да, Торвальда. То есть, конкретно есть объект, 4 строчки кода, не больше. Все конкретика. И вот то, что сегодня по кэлбэкам я увидел с Катей, да, я вижу, что в Тога она, что да. Но мыслей-то нету. Мыслей нету. Вот эти перечисления, да я их и сам вам расскажу, и другие расскажут. Но конкретно, чтобы расписать вот эти объекты, хотя бы на простом примере, здесь нету. В принципе, сделали вывод. Все работает при помощи кэлбэка. Хорошо. Меня интересует вопрос. Вот мы будем работать с Джанго. Там все исключения, в принципе, на кэлбэках. Не умеем читать кэлбэк и не понимаем исключения от Джанго. То, что вы разобрались в Тога, я вижу. Обратите внимание, ведь я не зря одному дал, по-моему, Михаилу, объекты первого порядка. Дальше Андрею дал, объекты высшего порядка. Специально разделил. Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели работы друг друга и посмотрели, насколько мы теряемся, как только это разделяется. Почему? Потому что это один рабочий процесс. Здесь вот проинициализируем позиционный параметр для экземпляра документ. Так. Ну, это мне нравится. Да. Я уже не требую просерч. Надеюсь, Кать, с этим у нас вопрос закрыть. Хотя, может, забыла. Ну. Ну, метод управления закрытия документа. Понятно. Куда, что будет передаваться. Как это будет называться. Это ссылка на объект. Это переменные. Это что? Какой здесь закон будет работать? Ведь в функциях обратного вызова работает не сама функция обратного вызова только. Проверка. Ну, написали. Свойства. Это рименно было, да? Описать гетересетеры. Рименно было. Пока я не увидел. Иными словами, Кать, на данный момент, да, ты проделывал работу программиста-новичка. Похлопаем. Молодец. Ну и что? Чего мы будем разрабатывать профессионально вот с таким вот объяснением? Нет, это не объяснение. Это не принципиально показать, не суть, а показать вот этот профессиональный объект кэлбеки. Ну, Кать, ну вот это будем считать первым блинкомом, откуда надо начинать работать. Итак, работа будет вестись дальше в двух направлениях. Одно направление, мы не забрасываем язык. Но я лично не вижу способа такого. Сейчас правильно скажу. Я не вижу способа, если человек, допустим, не может прочитать исходный код, но при этом он пишет. Так делают все. Как все не надо. То есть, если мы можем объяснить кэлбек, значит, мы его можем увидеть. Но сначала, чтобы объяснить кэлбек, он же, весь процесс состоит из каких-то атрибутов конкретных, которые являются либо ссылками, либо переменами, либо значениями. Где все это делать? Куда это спряталось? Догадываться? Читайте, ребят, я вас прошу, вот это. Еще вы начали писать код, он уже плохой. Запомните, вы уже должны его улучшить. Пожалуйста. Давайте делать так. Я специально дал это задание и разделил на всех. Понимаете, когда человек работает в каком-то одном направлении, это прекрасно. Сейчас для облегчения, что будем делать? Сейчас всем установить, настроить джангры Jupyter Notebook, чтобы со всеми библиотеками можно было работать. Далее. И надо работать с API, с конкретным кодом. Поэтому, Катя, я ожидаю от тебя немножко другого. То есть, все сейчас, будем говорить так, ну, некрасиво. Ну, не тот уровень, который я ожидал. Просто-напросто, как-то ты растерялась, я вижу. Почему, вот, под арт я посмотрел. Тут немножко другая картина. Да, и в голове уже вроде как система есть. Давайте посмотрим Катю, вот именно, под арт. Катя выложила под арт, и мысли здравые. Первая разработка. Здесь у нас идет несколько вещей. Так, давайте дарт-классы, дарт-конструкции, дарт-параметр, дарт-типы, дарт-функции. Здесь вот не поленилось поработать, а потом растерялось. Поехали. Здесь была задача. Есть система работы с кодом. Давайте ее сейчас представим, как я говорил. По системе, вот, которой мы учились. Есть традиционная система, которую мы видим от профессионала к профессионалу, которая заложена в каждом справочнике, в каждой документации. Эта система не годится для новичка. Да, то есть идет в начале типа и так далее. Иными словами, впереди идет тип. Далее, что мы делали по системе, когда работали с языком? Мы разделили весь язык на четыре простые конструкции, которые являются действиями. Я определяю, сюда смотреть. Первое, это функция. Второе, класс. Третье, метод. И четвертое, экземпляр. Все. Дальше эта система все предусматривает между срок. Иными словами, приходит новичок, начиная с типа, и ничего он не понимает. По одной простой причине, что основная задача программиста дойти до этого типа, увидеть его везде. Как только мы не видим тип там, где есть атрибуты, где точки, а для большинства людей здесь тип воспринимается как некие скобки, кавычки и так далее. По какой системе мы учились? Мы учились по системе сначала, где стоял функциональный объект, которого нигде нет. Почему? Потому что это мы брали откуда? Из C++. Сейчас мы посмотрим. Объект. Далее у нас были также все четыре конструкции. и мы приходили к типу. Что изменилось? В традиционной системе, как все справочники устроены, как я сказал, это передача информации от профи к профи. Она приемлемая для тех людей, которые знают один, два, три языка прекрасно. Вот сейчас на этапе, когда та же Катерина знает систему, я сказал, что новый язык, если ставить задачу быстрого изучения языка, изучается с чего? Вот по этой системе. А до этого человек, вот на индивидуальное обучение, кто приходит, да, скажу, потом забуду, spb-tut.ru для новичков, раз есть индивидуальное обучение, надо иметь доступ в школе, индивидуальное обучение. Этот проект, о котором мы говорим, о котором говорим, у него отдельная ссылка, могут ребята участвовать, 10 тысяч в месяц, просто смотреть, чтобы писать действительно нормальный код. Постоянная работа над кодом и над проектом. Цель написать свой проект. Но при этом никаких, надо к себе относиться строго, да, будет в описании ссылка. Ладно, поехали дальше. Не нашел сейчас. Что здесь мы сделали? Если здесь для нас было ничего непонятно, много всех этих строк, то здесь мы, что сделали? Разделили, опять же, весь язык на 4 конструкции, которые представляют собой действие. В языке мы могли сказать изменение состояния и так далее, действие. Но при этом мы добавили, что все это по каким-то причинам, это выясняется на индивидуальном, является функциональным объектом. То есть работает по одним и тем же законам. Сейчас мы их не называем, халявы здесь не будет. Это долго и упорно. Как правило, только месяц уходит на то, чтобы понять, что это такое. Это и С++ зацепишь и все. Далее. Мы нашли общее. Понятно, что после этого разница нам стала понятной. И в результате мы пришли к типу. У нас появились еще такие вещи, как ссылка, атрибут и так далее. В результате мы начали понимать несколько языкового программирования. Я говорю, например, про ту же Катю, которая действительно... Я видел, что она пишет на одном, на втором. Но сейчас стоит задача изучения языка сходу. Значит, мы переворачиваем систему, так как мы знаем язык и прекрасно понимаем, что такое тип, потому что мы к нему уже пришли. И тип в начале станет. И смотрим, что делает здесь Катя. Здесь еще было у нас обсуждение. Обсуждение у нее правильные мысли были. Так, где оно делось? Стоит задача изучения дар сходу. Правильно сдала. Думаю, изначально сдаться вопросом, как устроены ссылки внутри языка. Верный подход, чтобы получить значение у объекта. Кать, ну вот почему так получается, что здесь рассуждение нормальное, открыли колбеки, ничего нету. Куда эти ссылки, куда значение, куда это все запропастилось? То есть, все. Здесь вроде вы понимаете. Я вам сказал, вы переворачиваете систему, проверяете, как вы учились раньше. То есть, на выводе порядок в голове. Ребят, вот теперь я прошу вас, кто хочет, сделать свое описание. Но не сдирать с Катей. А постараться описать именно вопросы изучения дарт сходу. Новички, кто пришел, они просто читают и складывают в голове. Кать, я потом дальше по дарту почитаю. Сейчас другая цель. Сейчас просто настроить. Итак, все на данном этапе делаем, настраиваем жупитер. Я там дал видео, показывал, если джанга 5 не будет работать, то понизить надо версию. Все я там показал. Есть обсуждение, обсуждение джанга 5, да. Итак, я вас хочу настроить. Ребят, только вы начали писать код, он уже плохой, запомните. Я не буду больше, не хочу применять крепкие выражения. Вот здесь оно написано, какой он. Поэтому, уже сразу вы работаете над кодом. Что надо? Надо сделать таким образом, чтобы минимум кода, максимум результат. Точное попадание всегда в цель. Ничего лишнего не должно быть. Именно так, что я хочу, чтобы вы писали свой проект. Скоро нам надо переходить к API. Хорошо. Мы смотрим, что нам надо делать. К жангам мы подходим. Но будем подходить со стороны сначала работы API. Работы API с моделей. И разбираем все ситуации. Недопустимо не понимать те же колдбеки и все прочее. Потому что все это есть в исключениях. Основной упор будет делаться на жангаре с фреймворк. Флация. Там попроще все. Он просто как монитор. Python, жангаре, сервисная часть, бэкон. И вот мы застряли на первой части. Дарт нам надо? Надо. Но при этом времени нет. Стоит конкретная задача. Изучить дарт сходу. Значит надо поставить правильные вопросы. Как его изучать? Позже я пока до конца не дочитал. Я занимался функцией обратного вызова. Итак. Просьба. Ребят. Ко всем участникам. Вот Миша выложил. Катя выложила. Почитайте. И проделайте этот код. И я вас прошу задуматься. На самом деле. Почему я именно так сделал. А если вы посмотрите. Вот на сами эти конструкции. То все они взаимосвязаны. Это не может быть разными. Но я разделил. Чтобы каждый описал. Как он это видит. А потом другие дополнили. Я хочу чтобы у вас у всех была полная картина. Вот это один процесс. Не может быть кэлбэк без объекта первого класса. Не может быть. Но мы специально разделили. Чтобы выделить основу. Но это. Это и есть то. Почему человек может писать код. Вот на примере Михаила я показал. Он начал читать код. И от этого начал писать свой код. То есть на основе. В данном случае. В его задании было. То что. То что в данном случае. GetObjectTor4404. Это является функцией. Где используется объект первого класса. Который сохраняет значение функцию. Да. То есть. Все четко. Отсюда именно делается вывод. Как я буду писать свой код. Отсюда писалась документация. И далеко ходить не надо. Если человек четко с этим разобрался. То он понимает. Что все будет передаваться. Через атрибуты. Атрибутов. К сожалению. Я в группе увидел. Дмитрий должен был выложить. А здесь не увидел. Потому что. То что там написал Дмитрий. Да. Это круто. Да. Но опять. Теперь это надо. Взять и сделать. Как в проекте. Это должно быть. Немножко по другому. В проекте будет четко работать следующий закон. То есть. Никто никого заставлять не будет. Но. Раз сказал. Два сказал. Вот. Если человек не хочет. Допустим говорит. Да. Вот я там. Катя говорит. Например. Я по кэлбекам ничего писать не буду. Все. Вопросов нет. Пожалуйста. Будь в проекте. Но больше внимания на тебя уделено не будет. По одной простой причине. А почему он тебе должен уделять. Если ты не хочешь работать на других ребят. Если у тебя есть знания по кэлбекам. Значит покажи их. Помоги им разобраться. Но не на том уровне. Катя. Которым сейчас есть. Это уровень. Какого-то там. Университета. Второго курса. Или третьего. Кому это надо. Зрелые мысли должны быть. Которые должны. Да новичок даже. Должен страшно ему смотреть на ваш код. Должно быть. А тут совершенно спокойно. Не пойдет. Не пойдет. Поэтому этот код. Вот он и есть. Плохой. Это тот момент. Откуда надо начать работать. Устанавливаем. Сейчас Jupyter Notebook. Дальше продолжаем на стене конструкцию работу. В реальном проекте. И желательно. Вот. Тот том. Который показал Михаил. То есть. Все должно называться правильно. Да. То есть. Если начинаем с Jango. Да. То. Пожалуйста. Jupyter Notebook. IP четко что были отработаны. Я потом дальше скажу по шагам. Пока устанавливаем Jupyter Notebook. Подарок. Потом запишу видео. Ну. А так. В принципе. Нормальная рабочая обстановка. Все получится. Но. Знаете одно. Код который вы написали. Он уже плохой. Поэтому давайте улучшать. Все. Спасибо. Для ребят. Которые хотят учиться. Не надо бояться. У вас все тоже получится. Сначала надо купить доступ к урокам. Это я быстро скажу. Да. Имейте индивидуальное обучение. Также ссылка на участие в том проекте тоже будет в описании. Это кроме школы. Да. Если кто хочет следить за процессом. Вот этим процессом. Действительно. Профессиональной работы с колбеками. С объектами первого класса. Тогда будете писать на любых языках программирования. Спасибо. Все получится.